Народ здорово, здорово подписчики, здорово гости канала Надеюсь вы уже подписались Старая рубрика, давно не было Посылки Анбоксинги Заказал я себе аппарат Так как денег у меня немного, заказал бюджетник Свой Meizu Хочу отправить на покой Заказал Lenovo, терпеть не могу Lenovo Но что делать, денег не хватало ни на что Не нравится мне вот это уже на отправлении У нас написано, что это телефон Как видим Как бы таможня могла его открывать Но следов скрытия нет Так что ускроем сами и проверим что там внутри У нас классика Жана Пакет в пакете Здесь у нас пусто Никаких подарков, мусор Банка из-под пива упала Так Стоимость телефона На момент покупки была 6600 Сейчас я уже посмотрел На порядка 7000 рублей Спрос пошел, цена выросла Все правильно, как обычно Аппарат у нас, как вы уже видели К5 Play Бюджетник Характеристики я думаю всем знакомы Ну так вкратце Три оперативы, 32 встроенной памяти Насчет процессора не помню кстати Сколько ядер Ну это и не важно Так вскроем Обзор делать я не буду И так до хрена их в интернете Запакован он не аккуратно Как и все Бюджетники Пломбы на месте Думаю он не перепакованный Лишь бы была глобальная прошивка И русский язык Так вскрываем Собака не хочет Мейзу я решил отправить на покой Уже устал он Все таки он мне верой и правдой Третий год служит И маленько он начал уставать Да Восьмиядерный процессор Как видим Телефон пока Отложим По комплекту пробежимся Сразу Макулатура Не нужная никому Чехол Такой поганенький Скользкий Ну Тем не менее Блок зарядки У нас 5 вольт 1 ампер Чемошный Тоже сразу можно выкинуть Быстрой зарядки У нас нету Кабель USB Micro USB Стандарт Никакого Type-C У нас нету Насчет OTG Тоже не знаю Скорее всего OTG присутствует Надеюсь И скрепочка Ни наушников Ничего Больше нету Но оно и не надо В принципе За Грубо говоря 7000 рублей В магазинах Будет Еще хуже Дисплей У нас 5,7 По-моему 5,7 Дюймов Включаем Android Цвет у нас Черный Так как Не было Синего Уже Когда заказывал Отпечаток Пальца Сзади Неудобно Достаточно Все-таки К ней уже привык Что у него На экране Сдвоенная Сдвоенная камера И пленка Транспортировочная Она в принципе Не нужна Вот такой Вот у нас Дисплей Сейчас Тартанет Посмотрим У нас Так Велком Инглиш Есть Смотрим Русский Русский Болгарский Русский Русский Продолжим Итак Аппарат у нас Стартанул Почему-то Не подгрузилась Резервная копия С облака Не знаю Почему Что-то уже летит Какие-то сообщения С гугла Как-то он Подтормаживает Честно говоря Там и сбросим Чистить Странно Почему Подтормаживает Хотя Установлено Очень много Ненужных Приложений Который надо будет Сразу сносить Экран Достаточно большой Но вот Эта вот полоса С кнопками Ее можно убрать На черном фоне Она становится черная И такое чувство Вот это вот Все рамка нижняя Очень-очень Некрасиво Тем не менее Посмотрим Что у нас По настройкам В устройстве Зовут Регика Все правильно Версия Android 8.0 Тоже хорошо У нас У меня На Meizu 6-ой Android И не обновляется Больше Так Ну камеры Нет смысла Показывать Тут они Посредственные Конечно же Сейчас буду Разбираться Что с копией С резервной И пробую Этим пользоваться Вот такой у нас Аппарат Ссылку на него Вставлять я не буду Это у нас Самый популярный По заказам Просто вводите По запросу И популярный По заказам Выбирайте Он сразу же Выйдет первым Трек отслеживался Телефон у нас Дошел Кстати говоря Сейчас скажу Китаец Хитрюга Кстати Подтвердил заказ Что отправил Намного раньше Отправился Он у нас 2-го 11-го 9 часов Шел он меньше месяца Дней 25 Вот так Как-то Вот такой у вас Аппарат Так Мы зарядку видели Коробку видели В сторону Полазил по настройкам Сейчас покажу Кстати Палец сканирует Быстро Сейчас настройки Настройки Сколько приложений Оставил Так Сейчас найду Покажу Батарея Да Нет Не тут Звуки И пункт Такой вижу Звуки Беспроводной зарядки То есть телефон Еще и поддерживает Беспроводную зарядку Хотя Нигде Про это не написано Ни на коробке Нигде Ни У продавца Также Поставил Google Pay Карта Привязалась Сейчас поеду Побезин Проверим Может быть Еще и Бесконтактная Оплата На нем Работает Будет Вообще Шикарно За 7000 Беспроводную зарядку Какой-то шик Уже часа на полтора Два Клацию Единственное Что не получилось У меня Все-таки С моего Meizu Перекинуть данные Точнее Данные Получилось Не получилось Перекинуть приложение Приложение Остались там Все остальное Ушло И в целом В принципе Аппарат Меня устраивает Единственные моменты Конечно Есть тут Такие Как вот Люфты кнопок Скрипов Нету В принципе Ну и Микро USB Тем не менее 7000 Вы хотели Камеру Проверять Не стал Не буду Очень много Умников На ютубе Которые говорят Камера Говно Конечно Она говно Потому что Это 7000 Что вы хотели Больше Просто слов нет Обе Сим-карты Он поймал Обе Было По 4G Сейчас Одна 4G Другая 3G Ну в принципе Я только одну Использую для интернета Вторая У меня так Висючка Экран У нас Вообще Мне тоже понравился Выцветаний Нету Я вообще Изначально Подумал Что это Амолед Но при Более сильном На давлении Видно Что матрица Начинает Мелькать Так что Это у нас IPS И очень Очень неплохая Кстати Ну а теперь Наверное Точно Это все Сейчас я буду Монтировать Рендрить Вам спасибо За просмотр Не забываем Подписаться На канал До новых встреч Пока Пока Продолжение следует